ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем. А мы думаем, что у нас есть полезное. Родное, у нас ничего нет. Ну, в общем, мы видим, что здесь это частный сектор и очень небогатые дома. Да, это очень небогатые дома. Это такая, знаешь, кибана, что представляет собой такой, по сути, большинство городов Северного Кавказа, когда снаружи все симпатично, а внутри не так все гладко. Символизм. Это вот баннеры, перекрыли неугодный городу вид. Люди теперь в окно ведут только забор. Стоп. А, это окна людей? Да. И они выходят на забор? Да. Так, а что за забором? За забором такой вот прекрасный вид. Слушай, мы на Арбате. Да. Ну, это же прям Потемкинская деревня, как она есть. Да, по сути, да, так и есть. Как ты относишься к такой архитектуре и к такой урбанистике? Ну, она безликая, она такая, как и везде. Нет особенностей какой-то, которая есть в регионе. Не, а именно к самому способу, что просто люди взяли и обнесли. А, ну, это такая хаутура и лицемерие, мне кажется. Ты один из тех редких парней из Кавказа, которые говорят о проблемах Кавказа. Ну, потому что минусы и проблемы есть везде. Но почему-то молодежь старается об этом либо молчать, либо не говорить публично. Ты не просто об этом говоришь, но даже кино, по сути, про это снял свое первое. А ты с ним не будешь, потому что он не из твоего племена. Как так вышло? Знаешь, Александр Николаевич Сокуров говорил, что патриот всегда диссидент. И мне кажется, это вот тот случай. Мне, мне не безразлично моя родина, Северный Кавказ, Нальчик. И мне кажется, когда критикуешь что-то, что-то может измениться. Но пока этого не происходит. И мне больше близок вот этот барачный Нальчик, который мы сейчас прошли, чем вот это все. Мне хочется снимать про это. Да, как средство художественного вдохновения, потому что там есть травма у людей. Травма в кино очень важна. Расскажи максимально коротко, что такое курс Сокурова? Как это, зачем это и как это происходило? Если максимально коротко, то никто не знает. Сокуров по какой-то причине решил открыть мастерскую в Нальчике. То есть официальная версия звучит так, что Сокурова не устраивает, что на территории России есть провинциальные пятна, которые провисают в культурном смысле, и он решает открыть мастерскую в Нальчике. Набирает курс и учит. Жестко, сложно, тяжело. Пять лет просто жуткой дисциплины и армии. Пять лет? Не два, не три. Не-не-не, пять лет. Пять лет абсолютно круглые сутки мы сидели в университете без праздников, без выходных, без каникул, без ничего. И вот через пять лет такого обучения мы выпускаемся и снимаем. Сокуров абсолютно самостоятельный режиссер. Вот этот человек, которого не касаются ни ветра и времени, ни конъюнктура коммерческих обстоятельств. Он делает тот кинематограф с первого дня своей жизни. Вот он поступил во ВГИК, и я помню, сделал первую картину, которую увидел «Одинокий голос человека». И вот до сегодняшнего дня он делает абсолютно собственный, ни на что не похожий кинематограф о попытке культуры сопротивляться обстоятельствам времени, человеческого такого исторического развития и человеческого непонимания. О выживании культуры, если хотите, вне зависимости русской, французской, европейской в широком смысле. И в этом смысле он бескомпромиссный художник, такой человек, который защищает право культуры на существование и спасение человечества. Извините за высокий стиль, но это он. Давайте я высоким стилем тоже отвечу. Просто скажите, я романтизирую Сокурова или нет? Просто в моем представлении Сокуров — это один из тех немногих, про кого можно сказать честь и совесть русского народа. В том числе, естественно, потому что это следствие того, чем он занимается и к чему он относится. Он человек эмоциональный, очень часто действующий нерационально, но твердо понимающий, вернее, в нем ощущается жесткий моральный стержень. И если он не согласен, он об этом говорит. Очень многие бы не решились в присутствии президента на всякого рода совещаниях защищать или выступать в защиту, например, Сенцова или многих других. И я это видел неоднократно. Сокуров такой. Не будучи политическим оппонентом власти, он настоящий интеллигент в том классическом смысле, в котором это было заложено в XIX веке в российской культуре. Интеллигент — неравнодушный человек. Который не может согласиться с несправедливостью. До встречи с ним, вот такой вот, вот так, тет-тет-тет, я вообще, я чувствовал себя, знаю, я выступал на сцене, я играл в КВН, там, я ввел все концерты в этой республике. И я себя чувствовал вообще как рыба в воде. Ты местным шоуменом был? Ну, типа того, да. И я чувствовал себя как рыба в воде при любом диалоге. Но когда я перед ним сел на первом собеседовании вступительном, я просто, ну, я все, я растаял, и я был ничто. Я не смог, ну, я тебе говорил, я не смог вспомнить ответы на вопросы, которые я прекрасно знал, да. И я просто растерялся. Потому что, вот, знаешь, бывает такое, когда перед тобой сидит какой-то человек, ты прям чувствуешь какая-то, какая-то грандиозная личность. И я вот, я тогда растерялся. И вот это меня, конечно, сломало полностью. И у меня был жуткий первый год, очень сложный, потому что я сам себя менял. Я превращался из шоумена вот этого, который там пытался превратиться все-таки в какого-то серьезного человека. И это было тяжело. Смотри, сперва был в моей жизни Няриту в Таураде, на фестивале. Я был там с Иснатой, и там были такие гондолы воздушные. Это горы. А и мы, так получилось, что мы ехали в одной гондоле, и разговорились, из чего он знал, что я ученик Сокурова, из чего я узнал, что он дикий фанат его фильмов, особенно документальных. А что у него есть свой домашний кинотеатр, и он пересматривает очень часто «Русский ковчег». И какой-то из документальных фильмов, кажется, это был «Легия дороги». В общем, он дикий его фанат. Когда я был в жюри в прошлом году, мы сидели в Бенисио, он тоже узнал, что я ученик Сокурова. И он рассказывал очень крутую историю. Во-первых, его любимый фильм — это «Мать и сын». И он рассказывал историю, как он снял целый кинотеатр, чтобы показать своим друзьям, которые вообще тогда не знали, кто такой Сокуров, что вот, вы сейчас увидите очень крутой фильм, вы будете в восторге. Они сели, а он рассказывал, что после 40 минут фильма все друзья разошлись, и он понял, что у него нет друзей больше. Он досидел до конца, но он тоже в диком восторге. И вообще, Ини Риту очень удивился, что Сокуров не востребовал на себя на родине. Для него это нонсенс, как такой автор-художник никому не нужен в России. — А почему? Как ты думаешь? — Ну, он сложный как художник, но он, как и гражданин, очень такой ответственный, во-первых. И... — Так, что такое ответственный? Человек с активной гражданской позицией. — Человек, который живет в Санкт-Петербурге и приезжает в Нальчик, чтобы открыть мастерскую, чтобы не было культурной нищеты. — Это ответственность, потому что никто его не заставлял приезжать в Нальчик. Это вообще не его регион, не его родина, и как бы... Зачем? — Потому что он гражданин России, а Кабардино-Балкария — часть РФ. Вот это, я считаю, ответственностью. Ну, раз весь наш сегодняшний выпуск посвящен кино и перемещениям по планете, есть смысл переместиться еще раз и подсветить место, о котором мы все с вами знаем с детства, благодаря кино. Это место находится в городе Нью-Йорк и называется «Центральный парк». Первый фильм здесь сняли в 1908 году. Это были шекспировские «Ромео и Джульетта». И с тех пор «Центральный парк» более трех сотен раз становился местом съемочной площадки. Из всех этих фильмов есть два, которые запомнились мне больше всего. Ну, в первую очередь, это сцена из главного фильма моего детства «Один дома 2». «Рождественское утро», другие декорации, более снежные. В этом самом месте, у этого самого каменного моста, Кевин в «Рождественское утро» встретился с птичницей и подарил ей двух голубков в знак вечной дружбы. «Адвокат дьявола». Именно по этим дорожкам проходила финальная пробежка Эдди Борзуна, во время которой звучал пронзительный монолог про алчность и будущее человечества. В жизни «Центральный парк» такой же классный, как и в кино. Единственный момент у «Центрального входа» заколебывает предложениями взять в аренду велик, карету и прочий транспорт, для того, чтобы путешествовать здесь в большем комфорте. Но благодаря этим чувакам я вспомнил, что мой велик устарел. И по случаю старта лета я должен его обновить. Вернувшись в Москву, через несколько секунд я обязательно это сделаю. Бра! А я в Москве! Все, велик! Кстати, на каталоге этой весной я выбрал подарок Жеки Савер. Мы выбрали отличный коптер. И что-то я не замечаю, что в блоге «Красава» добавилось много новых планов сверху. Жека, соберись, пожалуйста. Кстати, все в курсе, что наш оператор Серега постоянный герой наших рекламных интеграций? Серега целый год работал в веломагазине, а когда-то, лет 10 назад, умел делать вот так. Сейчас бы все замечали, что он так делает, потому что сейсмические волнения шли бы после таких трюков. Ну да ладно, Серега будет меня консультировать. Мне нужен городской, не, мне нужен парк с детьми, ну и по району, по асфальтированной дороге. Да, в лес тоже. Ребята из Е-каталога заморочились и написали отдельный ликбез, какие, в принципе, бывают велики. Так, вот это как раз для меня, чтобы по пересеченной местности. Скотт. Дальше, раму. Горный МТВ, рама 26. Так, материал рамы. А в чем разница между карбоном и алюминием? Ага, карбон весьма плохо переносит удары, особенно точечные. Да и стоимость высока. Моделик премиум классный. Не, ребятки, мы за народный. И высокий вес, и довольно высокий. Алюминий. Ценник установлю. Давай 35. Три модели, сравниваем. Ход вилки. Что значит ход вилки? Только, вот, обычный, там, типа, 60-100 миллиметров. Да, ну вот у одного 63, ладно, а у другого 100. Брать 100? Пусть хоть где-то будет линия. Но, пожалуй, я все-таки возьму вот эту меринку. Так, список магазинов, где они есть. О, и именно для этого и нужен Е-каталог. Чтобы видеть, где дешевле и купить дешевле. Так, аксессуары. Значит, блокиратор, фонарь и Sigma Booster. Переходим по ссылке в описании и выбираем покупки для друзей, ну и для себя тоже. Сначала на Е-каталог, а потом в магазин. Переходим. Ты, очевидно, нормально себя чувствовал? Ну, вполне, да, вполне. У тебя был хороший доход, у тебя была движущная работа и все остальное. И тут ты пошел заниматься тем, где больших денег нет. Да. Зачем? Я не знаю. Ну, я просто стал... Мне в какой-то момент надоело быть поверхностным человеком. И я это чувствовал. И работая, и занимаясь там КВНом, работая на всяких там корпоративах и всему прочему, я понимал, что, блин, ну это ужасно. Вот я себя... Да, я там зарабатываю какие-то деньги, я, в принципе, себя достаточно свободно чувствую, комфортно, но это как-то не моя жизнь. Вот я как-то не реализуюсь как человек. И я становился таким, знаешь, очень поверхностным. И меня это бесило. Я не могу сейчас сказать, что я очень глубокий человек. Я по-прежнему считаю, что я поверхностный, но уже там на другой поверхности просто. Ну, понимаешь, мне вот всего хватало. То есть, типа, мне было наплевать. Ну, да, там в Рязанской области у старушки трагедия, да и плевать. Да, в Питере была блокада, да и плевать. Да, миллионы человек погибли во время Второй мировой войны, да и плевать. Вот такой я был. А теперь я не такой. Теперь я вполне могу страдать, потому что когда-то в Питере была блокада. Не страдать вот сейчас, потому что когда-то там что-то было. Мне кажется, ну вот именно сострадание такое — это очень важная такая человеческая характеристика. Она очень нужна, и этого сейчас очень не хватает. Когда Антон Долин рецензировал «Тесноту», он написал «Русское кино боится собственной тени». Ну, он объяснял, почему настолько свежо выглядишь ты со своим фильмом на фоне остального русского кино. Ты это чувствуешь? Да я не знаю, я так сейчас нанализирую российское кино, но я могу сказать, что очень много молодых авторов, которые боятся высказываться по каким-то поводам. Социальным, историческим, этническим, неважно. В нас взращивает какое-то ощущение цензуры и вот этого периодической оглядки назад, что какое-то зашуганное поколение немножечко. С чем ты это связываешь? Да с политическим режимом, с цензурой, которая вокруг нас происходит. Да и просто я сомневаюсь, что, например, на «Тесноту», ну так и есть, в принципе, на «Тесноту» не было никакого госбюджета, ну и в «Деуде» тоже его нет. Я сомневаюсь, что нам бы его дали. Почему? Ну сейчас же популярно клюквенно-патриотическое кино. Мне кажется, война — это не совсем парады в форме, дети в военной форме. И вообще это не совсем праздник. Это скорее день скорби, 9 мая. А это справа от нас, это заброшенный кинотеатр «Победа». Функционировал в советское время, сейчас он был заброшен, потом вот сгорел или подожгли, я не знаю. И вот сейчас он вот в таком состоянии. У нас в городе вообще три заброшенных кинотеатра. Это очень символично. «Победа», «Дружба» и «Родина». Прекрасно название, да. Да, и все они с советских времен не функционируют. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Кинотеатр «Победа» — первый профессиональный кинотеатр республики. Подлежит государственной охране. Нет более подходящих декораций, чтобы не узнать, как в глубоко провинциальном городе Нальчик можно было так сильно увлечься к кино? Ну, я к кино пришел не совсем осознанно. Но если очень коротко, это от непрекаянности какой-то. Я не понимал совсем, что я хочу, кем я хочу быть. Но я очень много смотрел кино, очень любил его, но не отдавал себе отчет, что я хочу этим заниматься. Отец купил мне зеркалку, я хотел фотографировать. Он думал, чтобы зарабатывать, фотографируя свадьбы в Нальчике, это довольно прибыльное дело. Но я как-то там была функция записи, я собрал кентов, и мы с кентами начали снимать веб-сериал в Нальчике про парней молодых. Ну, там, в стиле Тарантино и так далее. Ну, лет девятнадцать, наверное, восемнадцать. Ты учился в тот момент? Нет, я не учился в Соку. Я учился в Ставрополе, в Краснодарском филиале МВД РФ. Там был спецфак. Это не гражданский факультет. То есть не номератор? Нет, нет, это был бухгалтерский учет, анализ, аудит. Но я ушел на заочное, приехал в Нальчике и снимал. Год ушло. Год на веб-сериал. Да, там было десять серий. Его можно посмотреть? Нет, я удалил. Тебе стыдно? Мне стыдно, да. У нас в Нальчике есть еще один кинотеатр, называется «Дружба». Он находится в районе Александровки. Это район, где я вырос. Это такое не совсем окраина, но такое. Я называю его «Кабардинское гетто», что-то типа этого. Это такой сходняк. У нас все время были сходняки с пацанами на этом месте, когда он уже был заброшен. А в детстве мы очень часто смотрели кино, и оно у меня ассоциируется с кинематографом. С плохим, но все равно ассоциация какая-то, мне кажется, это повлияло на меня как-то. Мы скидывались с пацанами, там был пожилой мужчина, который ставил нам бобины пленочные еще были. Первый фильм, который я там увидел, был «Голуп пистолет» с Василием Нильсоном. А потом мы с пацанами скидывались, смотрели «Эммануэль». О! Да. То есть первый фильм человека, который снимает фильмы, которые показывают на Каннском фестивале, это «Голый пистолет». Но это не первый фильм. Первый фильм, который я посмотрел в «Дружбе», а в кинотеатре первый фильм, который я посмотрел, это был «Пляж с Ди Каприо». «Пляж?» Да. Тогда 20 рублей стоил билет, я помню до сих пор. Мы не специально. Мы просто, когда шли к машине по улице, которая параллельно центральная, случайно наткнулись на такую картину. Как Вас относится к вот этому человеку? Как и везде, кто-то поддерживает, кто-то нет. Как ты относишься к Сталину? Скорее отрицательно. Скорее отрицательно? Ну, не скорее, а отрицательно. Почему? Давайте отвечу так, что для меня человеческая жизнь важнее ВВП. Это концертный клуб? Ну, это танцплощадка. Тут в 90-е, в начале 2000-х очень было много дискотек, драк, поножовщины и так далее. Ты ходил? Нет, ходили старшаки, я стоял, смотрел. Отсюда меня не пускали. И мечтал, чтобы ты тоже там оказался. Да. Сегодня тут будет рок-концерт. Ну, это и рок, и инди-фолк, и инди-поп чеченский будет. Да, это организовывает ордер рекордингс. Есть такая группа, лейбл, точнее, основанная несколькими людьми. Один из них Булат Халилов. Они что делают? Они ездят по селам и записывают этнографическую, национальную музыку. Но не в стиле вот этих лесгинок, которые на каждом углу, а именно с какой-то особенностью, с какой-то историей. И это сродни какому-то даже шаманизму. Ого. То есть это прогрессивные музыкальные ребята. Да, именно прогрессивные. Тат-стата. Хочется, чтобы на Северном Кавказе что-нибудь когда-нибудь поменялось. Давай перечислим по пунктам, что бы ты хотел, чтобы поменялось. Самое главное, что я хочу, это способ реализации молодежи. Какой-то импульс, какая-то помощь молодежи, потому что полное игнорирование абсолютное. Скорее всего, это связано еще с вот этим кавказским менталитетом, что старший всегда прав, старший всегда лучше знает, что нужно городу, что нужно семье, что нужно человеку. А старший не всегда прав? Нет. Не всегда прав. Вот, и поэтому очень много талантливой молодежи в Нальчике. Очень. Я не знаю, может, у тебя сложилось впечатление, когда мы тебя возили по Нальчику, что мы с Вовчиком его либо презираем, либо еще что-то. Но я просто на всякий случай. Это не так. Я очень люблю этих людей в меньшинстве своем. Потому что в большинстве своем, к сожалению, там есть бескультурия, потому что я сам из бескультуры. Если бы не Сокуров, то я бы скорее был бы, не скорее бы, а я бы был бы бескультурным человеком. Стагнация какая-то, человеческая даже просто. И культурная, конечно, в первую очередь, но и человеческая стагнация. Вот ты был в Нальчике, ты видел молодежь там? Не, ну только на тусе. Ну вот, 20. На рок-концерте было 30 человек. Если не меньше, да. Еще твоя цитата. Главная проблема Северного Кавказа — нежелание посмотреть на себя со стороны. Расшифруй, пожалуйста. Ну, есть такой комплекс у малого народа, что он всегда чист, горд, красив, свеж, благороден и так далее. А отчасти это правда, отчасти нет. У всех народов, мне кажется, есть минусы. И стоит бояться о них говорить. Мне кажется, это нормальная практика. В мировой литературе этого много, в русской литературе особенно. Еще ты говорил, что тебе не нравится, что на Кавказе парней привыкли воспитывать воинственными. Ну, очень много тренажерных залов и спорткомплексов в Нальчике. Но нет каких-то творческих кружков, по крайней мере, я не вижу, чтобы был огромный какой-нибудь зал, где молодежь могла бы прийти посмотреть не только «Мстители», но какой-то, я не хочу точно звучать снобом, но какой-то тоже автор, который бы воспитывал чувства молодежи. Этого нету. И мы просили, я помню, когда мы после окончания учебы была встреча с бывшим главой республики, что мы просили, дайте нам заброшенный кинотеатр «Родина», который был наискл уже, он сейчас заброшенный в «Роди». Мы сделаем из него какой-то такой арт-центр, что-то такое, куда молодежь может приходить смотреть постановки, театральные фильмы, еще что-то. Не получилось. А вам что нужно было? Нам нужно было здание и какое-то оборудование, да. А ремонт вы бы сами сделали? Ну, если бы нам дали материалы, я думаю, конечно. Мы приезжаем на водопады, да? Приезжаем на место, где снимался легендарный на сегодняшний день фильм «Теснота». Так-так. Финальная сцена матери с дочерью снималась здесь. Тема ослепляющей и токсичной материнской любви, она близка тебе? Что ты за нее взял? Ну, я так скажу так, семейные отношения мне очень интересны, потому что они всегда разнообразные, они всегда травматичны. Только близкий человек может тебе сделать очень больно. И только близкого человека сложно потом простить за это. Потому что меньше всего ожидаешь этого от него. в какой-то части мне знакома любовь, которая является немного губительной от чрезмерной теплоты, от вот этой чрезмерной, чрезмерных, как сказать? Что значит знакома? Мама, папа? Мама, папа, да. Обережение вот это. Когда боятся дать тебе какую-то самостоятельность. Это было в каком-то таком, знаешь, 17-18 лет. Просто на Кавказе это особенно острый вопрос, потому что хочется сократить институт семьи. Но этот институт семьи немножечко устаревает. И молодежь хочется воспрять немножко. Главный вопрос со сценаристом, который мы обсуждали, гуманно ли просить своего ребенка о самопожертвовании, несмотря на то, что ты просишь его о самопожертвовании ради близкого человека. Вообще, насколько родители имеют право просить ребенка жертвовать собой? Даже несмотря на то, что он дал ему жизнь, он не имеет этого права, на мой взгляд. У нас было, у нас лейтмотив этого в течение всего фильма присутствовал. Но там уже повыскакивали ностальгические темы, межнациональные темы и так далее. То есть, если ты родитель, ребенок тебе не должен. А почему он должен? Я не утверждал, я не утверждал, я спрашивал. Я тоже, а почему он должен? У меня своеобразное отношение к рождениям детей. То есть? Есть у Платонова прекрасный рассказ о взыскании по гипсу. Там мать приходит на могилу убитого сына, солдата, это во время войны происходит. У нее очень серьезный мануал, который я, понятно, не запомню, не расскажу целиком, но суть такая, что она признается ему, что я забила тебя от того, что мне было скучно, я забила тебя из-за эгоистических целей, чтобы ты был рядом со мной, чтобы ощущать тебя по-цепому, что ты рядом со мной. Я боялась того дня, когда ты родишься и начнешь уходить от меня. В этом есть некий эгоизм, мне кажется. Продолжение себя, ощущение себя, что ты не одинок. Кантемир снимает фильмы про темы, которые на Кавказе не принято поднимать. Ты снял свой фильм на такую же тему? Что это? Новое поколение кавказской молодежи? Или это просто какие-то вспышки и вы на самом деле андеграунд? Никакого нового поколения нет. Все, что там россияне или какие-то европейцы знают о Кавказе, это все-таки немножко набор... Вы одна сторона, если что, вы тоже россияне? Не, не, не. Напомню, я имею в виду центральную Россию, там, восточную часть России, которые никогда на Кавказе не были внутри, соответственно, никогда здесь не жили. Они знают какой-то определенный набор стереотипов и штампов о Кавказе. Мы красиво танцуем, мы хорошо принимаем гостей, мы там... У нас глубокие традиции уважения старших... Семьи. Семьи, да, и все такое. И это правда есть, но во многом это очень активно умирает благодаря там каким-то процессам. Понятно, что не существует в мире ни одного народа без проблем. Так же? Ну, не существует просто. И, видя эти проблемы, ну, про нас там с Кантемиром говорят, что мы там очерняем собственный народ. Да, якобы мы представляем собственный народ перед Европой в негативном свете, поэтому, поэтому как бы мы предатели и так далее. Но это же чушь. По какой-то причине все... Ну, я могу говорить только за кабардинцев. Все кабардинцы уверены, что в Европе только и разговоров что о кабардинцах. Но по личному опыту, по моему личному опыту, после огромного количества там, ну, большого количества показов в Европе, когда люди к тебе подходят и говорят, а что это за язык, а что это за национальность? И они там заходят в Google и смотрят, да? Они как раз видят те красивые картинки, которые принято, да? Но также они видят, что это точно такие же люди с точно такими же проблемами, которые существуют много где. И в этом смысле важно раскрывать, мне кажется, важно раскрывать какие-то проблемы, которые ты видишь, которые тебе, ну, кажется, ты понимаешь, да? Для того, чтобы, возможно, обратить чей-то взор на какие-то изменения внутри, внутри народа. Можно, я могу снять фильм, и Кантемир может снять фильм, где все будут полтора часа танцевать, любить друг друга и очень всех уважать. Но это же будет неправда. Свобода не существует, сказал ты. Да. Расшифрой. Есть такой писатель, Герман Гесса. Он сказал, что человек свободен только в выборе зависимости. Мне кажется, у нас всегда есть какие-то элементы, которые не позволяют нам почувствовать абсолютную свободу. Вообще абсолют. Как я уже говорил, понятие такое эфемерное. Его, мне кажется, оно и неблагодарное. Все мы от чего-то зависим или от кого-то. Мы не можем быть абсолютно свободными. Я не верю в это. Вот ты свободный человек? Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Ну, по каким-то волеизъявлений, мыслеизъявлений я свободный человек, но у меня есть несколько важных зависимостей. Несколько из них набито у меня на руках, например. Дома меня ждут несколько людей, которые делают меня в чем-то несвободными. Это правда. И правильно ли я понимаю, что твое публичное, не буду говорить показное, но ты просто часто об этом говоришь, твое публичное желание не заводить семью, не заводить детей как можно дольше, оно в том числе от этого? Нет, оно совсем не от этого. А я дал себе слово, что пока я для себя не отвечу на вопрос, зачем мне ребенок, и ответ не будет звучать эгоистически по отношению к ребенку, я его не заведу. Это без пафоса, я просто считаю, что если ты даешь человеку жизнь, дорогу в этот мир, ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Когда я смотрел «Дилду», твой второй фильм, я увидел минимум двух актеров, которые играли в «Тесноте». Это тот, кто был братом главной героини, и мама, которая стала соседкой и портнихой. Это же профессиональная актриса? А вот этот пацан? Нет, он повар по образованию. Просто повар, который сыграл у тебя очень важную роль в «Тесноте». В «Тесноте» и там... Да, я тебе больше скажу, Николай Иванович тоже непрофессиональный актер, он просто музыкант, фотограф. И Саша, который тоже... Он работал продавцом в буквоеде. Знаешь, кого нам напомнил этот человек, когда мы нашей редакторской группой смотрели? Я догадываюсь. Кого? Путина. Это же вылитый молодой Путин. Причем я это понял на третий съемочный день, когда он просто как-то так в профиль повернулся. И я такой, блин, кажется, он похож на Владимира Владимировича. И потом на площадке к ним обращались как Владимир Владимирович. А... Это неосознанно. Нет какого-то политического подтекста. Да? А как ты думаешь, он будет, когда выйдет? Я уверен, что многие найдут какой-то подтекст в этом, но мы не закладывали. Просто мне он внешне нравится. Мне он нравится внешне, внутренне. Да и Путин в молодости выглядел очень интересно внешне. Мы с тобой говорили, что парень, который играет ухажера, главного героя в Дилде похож на молодого Путина, а в тесноте Равин похож на Путина. Да. Клянусь, я тебе клянусь, чем хочешь, это вообще неосознанная штука. Что ты творишь? Слушай, я понимаю, меня после тесноты очень часто, очень многие упрекали, зачем вам Равин в виде Путина, и еще учитывая эту сцену, она приобретает какой-то другой вообще смысл. Сцена, где террористы, да? Нет, где Равин говорит, что вот, у нас случилось горе, та-та-та, такую мотивационную речь. Слушай, это правда, это все неосознанно, просто я очень в кино ищу самобытные лица, интересные лица. У Путина как к нему не относиться? В юности, особенно, когда смотришь его фотографии, у него очень интересное лицо. И я, например, могу, положа руку на лице, сказать, если бы я увидел его в таком возрасте сейчас, я бы с удовольствием снял его в фильме. Он очень интересный внешний персонаж. В таком возрасте как когда? Как в юности. Ага. Как ты относишься к Владимиру Путину? Я тебе скажу, во-первых, что я стараюсь быть аполитичным в своей жизни, потому что политика для меня не играет роль. Но видя, что происходит и насколько это все затянулось, скорее отрицательно. А что происходит? Ну, смотри, из подростков созидаются поколения. Опять уходим в пафос. Но мне кажется, нам нужно поколение, которое не знает Путина. Поколение без Путина. Иначе есть какая-то вот эта стагнация, что мы топчемся на месте. Почему? Потому что один человек. Я вижу в Кантемере абсолютно особый талант. Вот особый, бескомпромиссный. Знаете, есть же разные вещи. Я принадлежу к поколению, в котором сильны опасения внутренние. Знаете, мы всегда ищем внутренние такие зоны самоцензуры, внутреннего комфорта. Кантемер даже не задумывается об этом. Он высказывается по-взрослому, по-настоящему, как считает нужным. Он отвечает на свои внутренние вопросы, а не на вопросы такой общественной среды. И он не сверяет свои обстоятельства с тем, как на это посмотрит. У него даже эта мысль не возникает. У тебя сейчас есть девушка? Да, вот. Сидит. А, вы парень и девушка? То есть, твоя девушка режиссер? Да. Как так получилось? Ну, мы познакомились в мастерской Сокурова. А, то есть, вы уже много лет вместе? Да. Тяжело ли встречаться с человеком, который занимается тем же, что и ты? Мне нет, потому что я понимаю, что мы подпитываем друг друга. Профессионально, человечески, эмоционально. Мы контролируем друг друга, мы контролируем материал, а мы такие цензоры, что ли. Кира Тахировна очень помогает мне не уйти в этот пафос, который присущ мне иногда. Так что, да нет, мне кажется, я уже сказал, мы дополняем друг друга. Что она сказала про Дылбы? она сказала, что это шаг вперед по отношению к тесноте. Она сказала, что есть рост, но некоторые сцены можно было сделать иначе. И каких-то сцен нет в фильме в итоге, финальные. В финальном монтаже они не вышли. И честно говоря, я это чувствую в еще ряде молодых людей. Вот мы сейчас сделали фильм с его, используют английское слово girlfriend, его подругой, его партнером по жизни, девушкой, Кирой Коваленко. Она очень одаренная, тоже ученица Сокурова. Мы только закончили съемки. И я не гарантирую Кантемиру, что он будет единственным режиссером, чьими картинами я буду так же пассионарно заниматься, как и его. И Кантемир, и еще там мы закончили сейчас дебют молодого парня азербайджанского Исмаила Сафарали. Я настроен на поиск молодого поколения. Мне кажется, что людям моего поколения уже не сказать... Если есть что сказать, то, честно говоря, не так много в лучшем случае. Давайте сейчас... Давайте я скажу прямо. Мы уже свое высказали. Дарья Жовна, где ты нашел ее? Это наш волшебный кастинг-директор Владимир Голов. Она окончила школу студии МХАТ. Кажется, мастер у нее был Рыжаков. И вот мы встретились в Москве. Она работала официанткой. Да, к Симачеве, кажется. В Симаче работала официанткой и видела эти пафосные актерские лица. Мне кажется, это даже помогло я в какой-то степени с ролью. Почему? Даша сейчас очень часто отказывается от многого. От многих сценариев, потому что она, к моему огромному счастью, она очень избирательна. И она не хочет играть там, где нет какого-то раскрытия персонажа, где нет глубины. Мне кажется, это за счет того, что она видела вот этот пафос, который в Симаче происходил, вот эти актерские пустые в большинстве своем лица, и она не хочет быть такой же. А пустые лица? У большинства, не у всех, но у большинства. А что значит пустые? Расскажи. В том, что она понимает? В моем понимании рафинированность, существование, взросление, характер и личность происходят в результате взросления в любом случае. И как я уже говорю, в кино очень важна травма. И травма, она делает из массового продукта, штучный. И вот эта штучность очень важна в кино. У Даши это есть, и у Василисы, и у Виктории в Деуди. У всех людей, которых я пытаюсь утвердить на роль, должна быть травма. Что бы я хотел, чтобы изменилось вообще в людях? Ну да. Ну вот мы сейчас стояли на Чигемских водопадах. Да. А я посмотрел вниз, в ущелье, а там просто горы строительного мусора. Вот просто внизу в река, и там горы строительного мусора, бутылки плавают. Ну понятно же, что это не Меркель там засрала реку. Даже. И вряд ли даже сам Путин пришел. Скорее всего. Скорее всего это делают просто люди. И это очень обидно. Мне бы хотелось, чтобы люди как-то более уважительные относились, во-первых, к тому месту, где они живут, а во-вторых, к людям, которые вместе с ними там живут. Потому что это в принципе тенденция общероссийская, но на Кавказе, учитывая некоторые обстоятельства, она гораздо явнее видна. Люди друг другу становятся врагами. Вот нет уже такого, знаешь, вот замечательное советское слово добрососедство. Ну что это за орехи? Ну это грецкие орехи. Не, это я понимаю, а вот это? Это буковые семечки. Буковые семечки. Чинарики, да. Да, чинарики. Кантемер, как не Эвиан? Это чем-то вы. А? Мы. Расскажи, пожалуйста, почему ты Вовчика с утра отправил за Эвианом в Нальчике. У вас палка? Да. Смотри, мальчик мой. Опа, хорош. Откуда это? Я просто люблю воду хорошую. Веселую. Расскажи, почему ты Вовчика? Слово, товарищ. Так. Мне кажется, это метастаза Каннского фестиваля. Может быть. Хорошо сказано. Да, да, да. Это очень хорошо сказано. Это чертовски хорошо сказано. Ты думаешь, много ли народу, которые входят в Баленсиаге по Нальчику? Вряд ли. Откуда у тебя любовь к брендам и всему остальному? От комплексов. От комплексов? Из детства. Я в детстве не мог себе многого позволить. И я на этой почве комплексовал просто. И это такая сублимация детских комплексов. Вот и все. Как чисто сердечное. Ну, а в смысл? Врать. А пакеты из ЦУМа, которые у тебя в соцсетях можно увидеть, это то же самое? Да, да, да. Просто я пытаюсь как-то чувствовать себя комфортно и уверенно. К сожалению, это часть этого. Смотри, мне казалось, что люди искусства, особенно те, которые учились у Сокурова и много чего у него переняли, они как раз первыми должны видеть, насколько же это пошлая история. Ну, смотря, как относиться к вещам. Если видеть в этом какую-то философию, то, мне кажется, это не может быть пошлым. Например, мой любимый бренд, наверное, ты знаешь, Витмо или Витман, я не знаю, как правильно, и грузинский дизайнер, Демна Гвасали. Я, например, для себя вижу какой-то подтекст все время. И то, что он грузин, и то, что это рядом с КБР, и то, что есть какая-то философия у всего этого. Те же вместо брелков пули военные, те дырки вот здесь, например, на локтях. Мне кажется, в этом есть смысл и подтекст и эхо каких-то военных дней. То есть, ты видишь это в близком себя? Да, да, конечно. Я не ношу то, что мне не близко по какой-то духовной, внутренней, национальной, этнической части. Ну, подожди, а пулисия каким образом? Ну, это 90-е, это мое детство. Это папина спортивка, это папины кроссовки. Слушайте, мы жили в обстоятельствах, когда был создан образ бескомпромиссного художника, человека, который не заботится о том, как он выглядит, не думает о том, чего он зарабатывает. Это такой, как бы, мифический характер. и который думает только о кинематографе. Кантемир, человек, у которого, давайте начнем с простого, у него немного денег, у него просто нет. Но ему не все равно, что он говорит самим собственным видом. Я у него когда-то спросил, когда он что-то на моих глазах покупал, я говорю, почему? Потому что это тема. И он нам не объяснил, на самом деле, что он покупает только два бренда одежды, Витман и Баленсиада, в которых есть один художник, этот грузин, гвасаля. Грузин гвасаля, беженец из Абхазии. Это такой антифэшн, это высказывание. И Кантемир, когда рос в семье, он донашивал вещи своего отца, оверсайз, на 4-5 размеров больше. Это ровно то, что было с гвасалей. И он покупает те вещи, в которых он ходил в детстве на 4-5 размеров. Он свою историю в этом видит. Ну, конечно, он видит высказывания, антифэшн, и в этом есть. Кроме того, с матом эти штуки, которые он одевает, то, что написал гвасаля, не буду повторять, это его гвасалей, рефрен, такая память по отношению к Абхазо-Грузинской войне. Это его реакция на войну. Поэтому человек, который родом с Кавказа, из Кабардино-Балкарии, Кантемир, для него это безусловно высказывание. Он таким образом, в том числе, как и в кино, как и в том, что он пишет, как и в том, чего он говорит, он имеет в виду принципиальное высказывание. И антивоенное, и человеческое. Он же не случайно делает кино, в котором не содержание, не мысли важны, а чувства. Это важно. Для него все его кино, оно про чувства. Поэтому так важен цвет, поэтому так важны визуальные решения, поэтому весь, та вся дылда в двух цветах, зеленый и охра. И вы, если спросите какого-нибудь замысловатого режиссера, артового, он вам начнет полтора часа что-то объяснять, почему решение такое. А Кантемир вам ответит примитивно. Он скажет, что же охра? Ну, это ржавчина жизни. Он так вырос. Это правда. Он так вырос, он так говорит, ржавчина жизни. И меня это, честно говоря, восхищает, потому что мне бы никогда в голову это не пришло. Я всякой книжек начитался и начну там что-то замысловато там излагать. А он говорит, прямо и внятно. И меня в этом смысле убеждает. Чем тебя занимаешься? Я работаю. Что делаешь? Я работаю в службе доставки. Серьезно? Да. О, блин, режиссер. Подрабатываю, подрабатываю. Ну, это же от киношная история. Ну, да. Так, в целом. И при этом ты делаешь кино? Ну, я пытаюсь. Я сделал пока только один фильм. Ага. Сейчас пытаюсь сделать второй. А вот этот промежуточный этап надо как-то жить. Угу. Детям, значит, детям не объяснишь, что у папы дофига творческий, ему нужно много думать и ни хера не работать. Ааа. Поэтому приходится иногда подрабатывать. Ну, зато, когда у тебя прорвет, у тебя уже прямо офигенная глава для биографии, для интернета. Да, это прикольно. Это, типа, всегда есть о чем рассказать. Я какую-то работу выбирал не потому что, ну, не с точки зрения интереса биографов, естественно. Поскольку это единственная доступная мне работа в «Нальчике». Ага. Вот. Ну, это, да, это замечательно. Бывало ли хоть раз, чтобы ты доставлял кому-то что-то, а человек говорил, о, подожди, это ты, ты тот фильм на кабардинском снял? Да, у меня была история, когда я доставлял суши человеку, которому я сказал, что он недавно читал статью, какую-то там заметку о том, что я получил миллион долларов за то, что очернил кабардинский народ от неизвестных людей. Ну, я ему признался, что да, на самом деле, я живу в Лондоне и миллионер, просто иногда у меня есть хобби приезжать в «Нальчике» и развозить суши. Он поверил? Нет. Он передо мной извинился, это было очень приятно. Он извинился за то, что думал херню про меня. Это приятно. Он шокировал нас тем, что у него сейчас нет работы и он подрабатывает доставщиком еды. Да. Как ты это воспринимаешь? В курьерской доставке. Он и цветы доставляет. А, курьерская доставка. То есть он садится в «Шевроле» и гоняет по «Нальчику». Как ты это воспринимаешь? Ну, как, отрицательно. Мне как-то грустно за все это. и это как-то показывает бессмысленность сокуровского труда. В республике сидит сколько? 10-12 учеников у него и все они прозябают. Никаких, никакого, нам не дают никакого импульса самовыражения. Мне просто пока везет. Почему у тебя он есть? Потому что мне везет. Только с этим ты связываешь это? Ну, в режиссуре очень важно везение. Я не верю, что есть какой-то талант в виде абсолюта. Он может присутствовать, но большую часть все-таки это везение. Тебе скажут. 12 человек, каждый, которых смотрел на мастера, мастера авторского кино. Ну, не может быть такого, чтобы в республике, где живет меньше миллиона человек, люди снимали в таком количестве авторское кино. Ну, кстати, у нас есть ученики, которые могут снимать жанровое кино и даже сказки, есть сценарии. Честно, мне кажется, что Республика могла бы себе позволить один полнометражный фильм хотя бы два, один раз в два года. Я уверен, что средства можно найти, но никакой заинтересованности в этом нет. А, расскажи, вас же учили не только режиссуры киношные, но, в принципе, это и режиссеры телевидения. Документальная, театральная режиссура. А, и даже театральная? Да. Ты бы смог работать в курьерской доставке? Если бы у меня была семья, скорее, да. Если бы у меня была две дочери, жена, которых надо кормить, то, скорее всего, да. Я хочу верить в это, что я бы пошел. Блин, а у тебя есть сомнения? Ну, у всех людей должны быть сомнения. Если у тебя нет сомнений, то ты идиот. Я согласен, но как тут можно сомневаться? Ну, вот, приходится. Кантемир гоняет в Канны уже который год подряд. Как ты реагируешь на это? Отлично, я очень радуюсь за него. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть радуюсь? Чуть-чуть зависти. Чуть-чуть. Честно ответить? Конечно, честно. Честно ответить, посмотрев фильм «Теснота» и посмотрев трейлер пока фильма «Дылда», я понимаю, что я так не смогу. Типа, сильнее? Гораздо сильнее. Да. И это не зависть, но мы с ним дружим, поэтому, мне кажется, по крайней мере, я со своей стороны могу сказать это со своей стороны по себе сам говорить, но он мой друг, близкий друг. И я, правда, радуюсь за него. И это не зависть совсем, но я понимаю, что, во-первых, мы совершенно с разными взглядами на кино, люди. Мы любим, мы смотрим разные фильмы, зачастую, да, мы там, но у нас разные взгляды на то, что мы хотим делать. Но я понимаю, что там уровень как-то таланта гораздо больше, чем у меня. Поэтому это логично, что он ездит в Канны. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Продолжение следует... Сейчас на часах 23-21. И твой день не закончен в этих камнях. Почему? В 0.15 у нас техническая репетиция. Мы просто смотрим дуду, чтобы завтра не обладать. Это кино, это не театр. Что там смотреть? Звук, яркость экрана, контраст, насыщенность и так далее. Так, то есть вы сейчас будете это смотреть прям посреди ночи для того, чтобы... Ну не в целиком, будем проматывать, но полчаса уйдет. Смотри, я все время на спорт пытаюсь это перевести. У тебя есть некое волнение, как перед большим матчем завтра? Да, огромное волнение, потому что это второй фильм, и это по сути экзамен. Первый фильм всегда есть вероятность, что тебе повезло. Ты копишь, 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 и потом все это экспрессивно выплескиваешь на зрителя. А сейчас, тем более, в 45-й Ленинград, и есть опасность, есть волнение, что где-то я могу не справиться. А что показатель того, выиграл ты матч или нет? Это громкость аплодисментов или что? Нет, это не громкость аплодисментов. Это... Это тишина после финальных титров. Чем тише и зал после титров, тем сильнее фильм. На титр. На титр. На титр. Вот когда финальные титры идут, и если тишина, то фильм, значит, произвел более сильное впечатление, чем аплодисменты. В тесноте и в дилде есть приемы, которые многими считаются запрещенными. В одном фильме режут голову, в другом, в районе седьмой минуты, или в начале фильма убивает ребенка, погибает ребенок. В пятнадцатом. Да, ну разве так можно? Можно. Разве это не самые простые эмоции, которые может вызвать кино? Нет. Разве мастерство не в том, чтобы с каких-то других, менее очевидных путей зайти в человеческую душу? Нет, конечно. В кино вообще нет территории запрещенного, табуированного и невозможного. В кино все зависит от интонации конкретного автора. Есть там Михаэль Ханеке, который делает фильм «Любовь», в котором два человека, проживших всю свою жизнь вместе, и уходящих из жизни, драматично, я бы сказал, трагически завершают эту жизнь убийством один другого. Потому что в этом есть спасение, в этом есть акт милосердия. То есть все зависит от взгляда, что происходит с человеком, каковы его мотивы, что в этом. А Кантемир на самом деле решает ключевые вопросы в своем кино, ключевые вопросы эмоционального состояния человека на грани. У нас нет практически фильмов о посттравматическом синдроме. У нас нет кинематографа, в котором война, или мало, в котором война заканчивается не в момент завершения военных действий, а тогда, когда с человеком происходит нечто, восстанавливающее его к жизни. И поэтому он точно понимает, что вот закончилась война, и он не случайно, читая, готовясь к Дылде, обнаружил, что огромное количество людей в выжившем после блокады Ленинграде кончало с собой. Просто у них закончились надежды, жизненные силы. Они не знали, как жизнь, они потерялись семьи, они не понимали, как найти смысл. Потому что, когда надо было победить, прожить, выскочить, выжить, тогда было понятно. А когда выжили, и когда потерялись семьи, и когда исчезли какие-то внутренние цели, это оказалось ненужным сама по себе жизнь. Кого покажешь? Собачку, Паша. Собачку покажи. Точно. Покажи собаку. Паша, покажи собаку. Ну? 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 Ну что, не видел собачку? Ну, как она делает? Где он тут ног видит собаку? Всех пожрали. Иными словами, в настоящем искусстве нет табу. Самое главное – это чистота помыслов автора. У Кантемира они чисты. Он делает картину в тесноте у него. Драматичнейшая история, которая завершает, по сути, распад советской эпохи. Все то, что там происходит, он использует там документальные кадры, которые, простите меня, на VHS, на кассетах продавались на рынке. Правдиво. Почему это есть, я понимаю. Но дело в том, что драма всегда оперирует правдой. Мне кажется, некоторые вещи сделаны слишком спекулятивно, на мой взгляд. Что такое спекулятивно? Ну… Чтобы для резонанса? Да. Например? Да. Очень долгая сцена отрезания голов, мне кажется. Может быть, я бы просто на такое не решился. Но мне кажется, это некоторые спекуляции. На чем? Ну, типа запрещенный прием? На эмоциях. На эмоциях. Конечно. Это вызов эмоций. Это вызов каких-то чувств. Возможно, без этого не был бы фильм… Ну, теснота не была бы такой теснотой. Возможно. Я жил в Нальчике в 98-м. Я понимаю, что это правда нашей жизни. То есть мы эту кассету правда все смотрели. Это происходило в двух часах езды от нашего дома. В 98-м, в 99-х годах она гуляла по рукам, и ее правда смотрели все. Все, что связано с кино, должно приносить дискомфорт. Если мы сейчас говорим об авторском кино. Если тебе комфортно во время просмотра что-то не так. На мой взгляд, это я как вижу кинематограф. Есть где-то этот кодекс запрещенных приемов? Нет. Просто кто его придумал? Ты так говоришь, как будто есть какой-то УК РФ по запрещенным приемам. Я просто не понимаю, почему. Видишь, ты исходишь из своих собственных. Это диктатура смотрящего называется. У тебя есть свой свод правил, по которым ты судишь кино. Я не должен подстраиваться под твой свод правил. Нам Сакура всегда говорил, вы должны оценивать кино, которое вам показывают, а не которое вы хотите увидеть. Первая штука, которая удивляет людей, которые видят тебя на фотках, особенно когда с коротким рукавом, это татухи. Это очень непринято на Кавказе. Как так получилось? Ну, например, это я вообще набивал в Нальчике. То есть у нас есть тату-салон. И есть те же ребята, которые выступали вчера в инди-панк-рок. Они тоже все татуированы. Но тут один мастер, кажется, на весь Нальчик. Да? Да. Но эти я набивал в Питере. Акуна Матата? Да, Акуна Матата. С чего вдруг? Люблю Королев и сам Дивиз. Я понимаю, что это сейчас разница с тем, как я сейчас выгляжу и что говорю, но... Не знаю, многие думают, что это Партак, но я не жалею, потому что... Мне кажется, это важно для меня. Партак? Партак. А объясни, разницу между Партаком и татуировкой? Ну, сама надпись, как она сделана, сам смысл, который она несет и так далее. А, ну, Партак... Что нету за этом философии для многих людей. Слушай, давно моментоном считается расшифровка татуировок, но все-таки про одно я не могу спросить. Что правая рука у тебя значит? Смотри, ну, тут две татуировки, вот это считается как за одно. Есть такой питерский тату-мастер Александр Эфрос. Мы с ним разрабатывали смысл татуировки и так далее. В общем, это у Гетте Фаусти есть строчка, и две души во мне, и от одной хочет избавиться другая. Соответственно, это держится, это хочет избавиться. А буковка на предплечье? Это... Есть такая группа 30 секунд до Марса. Это было давно. Я сейчас уже не слушаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я поставлю этот букал. Просто я раз... Ты знаешь, что идет в соседнем зале сейчас? Про Элтона Джона. Про Элтона Джона. А ты же в курсе, что Акуна Матата, которая у тебя выбита, эта песня написана им. Я тебе скажу, тут много моих кумеров детства и сегодняшних кумеров. Тут в конкурсе Марку Белоке, Тарантино. Это очень волнительно. Ну, в целом, это символично, да? Что человек, который придумал эту песню, в соседнем зале сейчас в сердечных очках идет. Жизнь забавная. Да. Я не подумал бы, находясь в наличке, чтобы так все обернется. Огромное спасибо хотел сказать продюсерам, Александру Рогянскому, Сергею Мелькумову, Наталье Гориной, которые позволили этой истории случиться, и без них бы этого просто не произошло. Я огромное спасибо хотел сказать нашим дистрибьюторам, нашим прокатчикам, и невероятная благодарность нам, мастеру Александру Сокурову, которого воспитал меня и дал мои знания. Он прожек сил. Субтитры делал. Как ты относишься к слову «хач»? Да, я не знаю, да никак особо. Когда тебя в последний раз так называли? Когда я заруинил катку в доте. Вот тогда меня назвали «хачом». А заруинить катку, если я очень путаю, это провалить игру? Да. Так, а откуда люди знали, что... По акценту. Я не знаю, откуда у меня акцент, потому что я не умею разговаривать на кабардинском, но у меня почему-то акцент. А, в доте переговариваются? Да, по микрофону, конечно. И незнакомый человек так сделал. Как ты отреагировал? Я посмеялся. Ну как, я нормально на это реагирую, на самом деле. Ты не стал говорить, я вычислю тебя по IP и... Не-не-не-не. Ну мне же не 15. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. А, ну как ты? Ну, чуть встал. Что за паренек играл у вас ребенка? А Тимофей Глазков, прекрасный парень, которого мы нашли в последний день перед съемкой. Он понял, что с ним произошло в сцене с ЭДЛД? А, нет. Он не понял, конечно. И мы едем ему триспо и ему только по сценарию. Он не понял. Вы не объясняли ему, что он умирает? Мы объясняли, что ты дышишь, не понял, что с тобой играется, а потом ты должен замереть. Ну это же ребенок, как ему объяснить, что он умирает? Ну как ты это сделаешь? А, как ты думаешь, в каком возрасте он посмотрит это кино и поймет, что он умирает? Ну, в возрасте, я думаю, 7 лет, наверное. И? Будет понимать. Что думаешь, подумает? Не знаю. Я надеюсь, он не пожалеет. Потому что я влюбился в этого паренька. И ты просто... Глядя на него, ненароком задумываешься одеть это. Ну, просто прекрасно. Он настолько неизбалованный и чистый, что он там поражает. Ты был на интервью у журналистки Ляны Кожаровой. И там ты сказал про преподавателя, который рассказывал вам про тофтологию существования. Это как раз в мастерской Сокурова было. Алексей Гусев. Расскажи, пожалуйста, о тофтологии существования. Что это? Он расшифровывал это так, что если вы равны себе, то тогда зачем вы? Если ты, если ты не... Ну, я сейчас очень грубо, ну, прям вот максимально тупо и грубо. Если нет какого-то личного роста, духовного, этического роста, то... А смысл всего этого? Это просто какой-то получается немножечко овощной образ жизни. Тофтология. Ты существуешь изо дня в день одинаковым. Ты не меняешься изо дня в день. А ты должен, мне кажется, хотя бы чуточку... В следующем дне быть чуточку лучше, чем в предыдущем. А это в рамках какого курса он рассказывал? А, это история кино. Это история кино. Мы разбирали с ним классику фильма, новую французскую волну, оттепель. И он параллельно объясняет нам, почему камера движется так, почему кадр построен так, почему поставлен свет именно таким образом, а не другим. Параллельно объяснял нам какие-то такие психологические еще вещи. Мы с Кантемиром были в Тбилисином фестивале, и там была презентация, премьера франкофонии фильма Александра Николаевича Сокурова, нашего учителя-мастера. И мы, соответственно, второй вот наш просмотр в Тбилиси, стали смотреть этот фильм как комедию, не как какой-то очень... Ну, понятно, со своими смыслами. И мы весь фильм смеялись. Вдвоем во всем очень задумчиво. В философском смысле. А его же принято смотреть вот так вот. Да, его принято смотреть, фильмы Сокурова принято смотреть с очень таким многозначительной задумчивостью, с таким немножко взглядом вглубь веков. Но на самом деле у Сокурова, во-первых, потрясающее чувство юмора, и, соответственно, оно есть в его фильмах. Это надо просто увидеть. И мы увидели в Тбилиси... Ржали на весь кинотеатр. Ржали на весь кинотеатр. Ржали прям страшно. И после этого Сокуров, он умилился тем, что наконец-таки кто-то понял юмор в его фильме, по крайней мере, в этом. И он нас накормил потрясающим мужчином. Дилда, тебя вдохновила Светлана Алексеевич. Это ты говорил не один раз. Когда Алексеевич выиграл Нобелевскую премию, когда ей вручили Нобелевскую премию, ее довольно активно стали мочить и говорить, что она русофоб и прочее, прочее, прочее. Когда ты читал книги, Алексеевич, тебе показалось, что она где-то позволяет себе что-то русофобское? Нет. Мне не показалось. Мне знаешь, что показалось? Мне показалось, что в каких-то рассказах есть два элемента. Небольшое приукрашивание в пользу драматургии. Я могу быть неправ, конечно же. И не стоит забывать, что людям свойственно чуть-чуть приукрашивать. Люди, у которых она брала интервью. И тут понять, правда это или неправда, насколько это в деталях было реально очень сложно. Но в целом вот это ощущение какой-то женской обездоленности, которая пропитана этой книгой, она меня очень зацепила. Объясни, почему ты когда-то сказал, что женщина на Кавказе сильнее мужчины? На мой взгляд, мужчине на Кавказе очень сложно переступить через традиции. По многим причинам. Его сковывают оковы семьи, религии, опять-таки традиции, друзья. Женщина в этом плане намного свободнее. Она может переступить даже через близких ради любимого человека. Мужчина на это в большинстве своем не способен этого сделать. Так, а это показатель силы? Это показатель характера, характер и силы. Ты говорил, насколько тебе нравится изучать судьбу женщин, героинь. Назови самую крутую женщину в современной России. Или самую интересную. Не из кино. Вообще, 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 вообще. У меня есть несколько, но она назову одну, скорее всего. Чулпан Хаматова. Потому, что она делает как гражданин, как человек. Что она делает, как актриса. Кинематографическая, театральная. Мы, я помню, нам как-то... Я видел один только спектакль с ней, и то показывал в Пятигорске. Нас отвел туда мастер по Шукшину, по рассказам Шукшина. Вы специально поехали из Нальчика в Пятигорск. Да, да. И это произвело такое впечатление. И потом при личной встрече, когда он нас провел за кулисы, я понял, что у человека есть огромный масштаб личности, и у человека очень большой. Несмотря на хрупкость ее, она очень большой человек. Рядом со мной сидела французская бабушка, и она... Мне показалось, что померещилась, но я потом уже повернулся совершенно без пардона посмотреть, что она под очками убирала слезы в некоторые моменты. У меня возник вопрос. А когда ты, фас, не расплакал? Когда я присматривал старые фотографии родителей. Я не знаю, с того и ни с того, ни с сего. Что за эмоция была? Почему? Ну, как... Стареют, не молодеют. Ну, они живы-здоровы. Да-да-да. Ну, сходи, что ли. А, то есть, о будущем подумал? Ну, да-да, конечно. Что-то на тему, да? Юрий, будет дуть, дуть, будет Юрий. Блиц! За какую футбольную команду ты болеешь? Манчестер Юнайтед. С каких пор? С финала 98-го Лиги Чемпионов, когда... или какой-то год был, когда они на последних минутах забили Баварю. 99-й? 99-й. Тебе было 6 лет тогда? Ну, я тогда помню эмоции все равно. Твой любимый игрок, который играл когда-либо при тебе за МЮ? Руни. Кстати, ты в курсе, что Алексей Балабанов болел за Манчестер Юнайтед, если ты обожал Руни. Не-не-не. Как ты относишься к Балабанову? Уважительно. Но без восторгов? Ну да. Ну, как бы, есть фильмы, которые я очень люблю, такие как «Брат первый». Есть фильмы, которые я уважаю, но держусь на расстоянии. Например? Ну, например, «Груз-200». Лучший советский фильм всех времен и народов? Можно «Тройку»? «Тройку»? «Летят журавли». Мой друг Иван Лапшин и «Полеты во сне и наяву». Актер, которого ты мечтал бы снять у себя? Миронов и Олег Янковский. Из живущих? Да. Ну, из «Ностранных» я бы с удовольствием поработал с Дэниэл Ду Льюисом. Надо посмотреть всю его фильмографию, чтобы понять, насколько он владеет профессией, что он из фильма в фильм не повторяет сам себя. это очень большая редкость, потому что ты смотришь фильмы сейчас современные, ты видишь героя из того фильма, из того фильма. У актера есть такой ящичек, инструментарий, он открывает, и так, здесь сегодня такая эмоция, здесь такая, здесь такая. А он как-то очень-очень поший сейчас, что я скажу, но он все равно как-то вживается в эту роль, и каждая его роль индивидуальна. И он же завязал, да? Да, насколько я знаю, да. Блин, вот это самое красивое в его истории. У тебя и красиво. Почему ты удалил Твиттер? Я удалил и Твиттер, и Инстаграм в какой-то момент, потому что это очень сильно отвлекало от работы над Дэлдой. Прям очень сильно. Я просто заходил, и ПКД просто скролил эту ленту, и только из-за таких, чтобы не отвлекаться на какие-то внешние факторы. Сейчас после Дэлды я чуть-чуть успокоился. Самая большая дичь, которая прилетала тебе в директ Инстаграма? Самая большая дичь была в Телеграме, когда кто-то написал, сравнил мои покупки в ЦУМе с заговором с Пригожиным и Путиным, что я вместе с Пригожиным пытаюсь открыть какой-то фестиваль авторского кино в России, что меня проплачивают бабки. Какая-то дичь. Ты знаком с Пригожиным? Я, естественно, даже не знал, про какого Пригожиного. Думал про Иосифа Пригожиного, говорят, а потом я погуглив и понял про какого. Нет, я не знаком. Что лучше, 10 номинаций в Каннах или одна номинация на Оскар? Мне кажется, лучше войти в историю. А как можно войти в историю? Можешь назвать несколько людей, которые за последние годы входили в историю? В мире кино, не в мире кино, не важно. Ну, войти в историю можно только спустя время. Вот эти фестивали, это очень круто, это очень престижно, и это помогает фильму, он продлевает фильму жизнь, он дает фильму жизнь, по сути. Но время самый главный, самый главный испытатель на художественную ценность. Многие сейчас забудут, там, через 10 лет кто выиграл в 2017-м Каннский фестиваль. Кто, кстати? Оствунд, вроде, да, с квадратом. Кто-то уже давно забыл. А время, время, время показывает, имел ли смысл фильм или нет. И финальное. В чем сила? В поступках. Конкурс! Что ты принес? Это режиссерский сценарий фильма Дилда. Любой, кто занимается режиссурой, знает, насколько это важный атрибут на площадке. Это полностью моя версия, которая все время лежала у меня на плейбеке с моими пометками, с всякими заметками. А там от руки написано? А что-то от руки, когда на площадке, что-то распечатано. Тут можно найти сцены, которые даже не вошли в фильм. Офигеть. То есть вот это, вот про это говорят, что кино уже придумано, осталось его только снять, да? Да. То есть вот это. Раскадровка, все-все-все там. Кино уже готово, точнее, осталось его только снять. Офигенно. Друзья, вот этот раритетный приз достанется тому, кто выполнит очень простые условия конкурса. В комментариях нужно посоветовать какой-нибудь отличный, не-мейнстримовый фильм и объяснить, почему нам нужно посмотреть именно его. Простое условие, чтобы это было, можно посмотреть либо с русскими субтитрами, либо на русском языке. Поэтому там что-нибудь перуанское, которое есть только на испанском, не надо предлагать, не надо строить из себя слишком умными. Любого года, хоть 30-го, хоть 40-го, хоть то, что вышло совсем недавно, что-то, что вы посмотрели, что вас впечатлило и что почему-то должны посмотреть мы. Самое интересное обоснование, самый интересный свежий совет будет удостоен вот такой вот раритетной штуки. Контимир, спасибо. Спасибо. Тебе 27? Да. Что ты должен сделать, чтобы в 40 лет ты сказал вот эти все авансы, вот эти все удивления о том, какой молодой режиссер снимает такое кино, чтобы все эти авансы не были просто. чтобы ты сам себе сказал. Да? Я их оправдал. А когда Александр Николаевич Сахуров сказать, что я снял хорошее, достойное время? Пока он этого не говорит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok